всем здорова вы смотрите жертва маркетинга в этой рубрике на канале по кашеваре мы с вами разбираемся в продуктах которые продаются в магазинах продукты массового потребления то есть продукты которые у меня за спиной которые можно найти практически в любом магазине в морозильных камерах в холодильных камерах или просто на прилавках наша задача найти хорошие продукты наша задача отфильтровать плохие продукты чтобы ваш холодильник был очищен от пищевого мусора вот такая основная идеология этой рубрики сегодняшний пациент это вот такие вот беляши под брендом совсем незаметный брендик называется фаршелоне фаршелоне то есть что-то фаршированное с таким намеком на на какую-то и итальянскую идеологию по всей видимости готовый продукт начинка с мясом отборные ингредиенты 360 грамм ну прекрасная упаковка маркетологи бра-во потому что вот эту штуку я увидел в магазине ну и конечно же купил такие беляши в пятерочке стоили 94 рубля сложно сказать много или мало 360 грамм за 94 рубля наверное все таки цена вполне удовлетворительно производитель для нас новый производит это о торговый дом мясной двор город домодедово микрорайон север на улица лесная дом 23 люблю я город домодедово размораживание повторное замораживание продукты не допускается вот так вот теоретически можно но не допускается беляши выглядят по меньшей мере божественно ну очень красиво все-таки согласитесь и упаковка сама она зазывает она очень зазывная яркая красивая ну потому что вот всегда когда добавишь зелень даже я вот фотографирую еду да я когда нарежу сверху лучка на что-нибудь например или укропчиком посыплю все это прекрасно выглядит маркетологи знают толка не добавили сюда зеленый листик он сразу привлекает внимание кстати а смотрите мы уже можем подглядеть мы уже можем увидеть там какие-то намеки на беляши ну кстати выглядят они очень похоже здесь такой сверху знаете защип и тут видно что тут такой же защипчик а может быть они окажутся неплохие а давайте посмотрим состав что вот такая вот упаковка вкусно красиво здорово ну что у нас значит в беляши входят говядина мясо куриное лук репчатый вода питьевая соль поваренная пищевая смесь специй тесто состоит из муки воды питьевой масло растительного продукт яичный сахар соль поваренная пищевая ничего нету ни одной гадости блин содержит куриные яйца противопоказано при индивидуальной непереносимости к яичному белку ребята натуральные беляши вот так то этот продукт опять нам не дает повода сделать рубрику ешечки да что ж такое люблю я ее 360 грамм должны весить беляши а весят 398 ну нормалек вообще перевес три варианта приготовления давайте выберем какой-нибудь из них так готовить мы можем сковородке 10-15 минут либо в свч либо в духовом шкафу какой вариант выберем я думаю что всегда вот такие жареные вещи вроде беляшей лучше делать на сковородке будем делать на сковородке и так давайте посмотрим что там внутри беляша внутри беляшей беляши это нормально так и должно быть ну чё кстати они выглядят неплохо выглядят так же практически с теми же узелками разогревать будем на медленном огне 10-15 минут а для приготовления их надо будет вскрыть и достать вот такие вот беляшки видите как они вам в принципе выглядят достаточно приятно ну кстати ни слова не сказано про растительное масло почему-то надо ли добавлять не надо ли один кстати какой-то кривой смотрите пока не нагрелась можно трогать эти ровненькие красивенькие итак беляши они у нас подогрелись на сковородке производитель не нарисовал беляши на срезе в общем-то обезопасив себя от меня но мы посмотрим все таки что там внутри ого слушайте посмотрите не серьезно посмотрите это как как домашняя выпечка то есть ты дома себе столько же положишь вот это класс вот это я доволен во-первых по поводу масла я говорю что странно что не написано добавлять масло или нет добавлять масло на сковородку не надо потому что это вот эти беляши они в принципе жирные масло там не нужно они так не прилипают особенно хочу сказать про запах запах при приготовлении вот этих беляшей мне не понравился то ли какое-то масло может быть немножко там не первой свежести используют для жарки то ли еще какие-то причины но запах такой специфический получился я бы не сказал что он очень противный но он неприятный друзья но то что я увидел а я извиняюсь я извиняюсь как бы мне кажется производители вот этого продукта очень зря не нарисовали здесь на упаковке беляш в разрезе потому что беляш в разрезе представляет из себя вот огромное количество мяса там там действительно много начинки я был удивлен соответствие внешнего вида то есть вот это вот упаковка красивая и то что я получил на самом деле ну реально десятка то есть даже то что внутри оказалось много масла даже я поставил ой много мяса я бы поставил 11 баллов давайте а и по весу претензий нет поэтому тоже десятка давайте попробуем по вкусу вот по вкусу у меня таких восторгов нет к сожалению нет да очень мягкая начинка даже не складывает впечатление что там мясо честно похоже что это какая-то каша вот поэтому ну достаточно сочно в принципе да то есть они хрустящие потому что мы готовили на сковородке но как-то очень солено то есть соль перебивает вкус вот была попытка видите добавить внутрь зелени вот какие-то зеленушки тут есть но она не уменьшалась успехом потому что зелень вообще не чувствуется и смысла это добавлять таких количествах я не вижу никакого ну в общем по вкусу это пожалуй невкусно я поставлю наверное вот этому продукту 4 балла блин я очень расстроен честно я думал у нас будет очередной лидер какой-нибудь вкусовой и в целом вообще да ну потому что начинки много не друзья 4 балла я поставлю и более того я заберу этого продукта еще один балл за то что вот такой неприятный запах масла и только вот эти беляши блин я расстроен сейчас серьезно расстроен то есть я рассчитывал когда я его разрезал я думаю это будет феерия но нет нет к сожалению нет в общем эти беляши набирают в общей сложности у нас 24 23 балла 23 балла это конечно неплохо благодаря тому что с весом все хорошо и с картинкой как бы все нормально но ребят мы все-таки покупаем за вкус мы покупаем за вкус эту еду и за качество блин такие хорошие ингредиенты нету никаких ешечек все так здорово ребята и со вкусом подкачали ну что-то надо сделать надо с вашими поварами провести какую-то работу или нанять какого-то повара который вам рецептуру напишет один раз и навсегда и у вас будут шикарные беляши то есть эти беляши невкусные вот видимо кто-то на производстве влюбился поэтому потому что пересолено в общем такие дела 23 балла можно ли это есть есть это можно в принципе да получите ли вы офигенное удовольствие от этого ну пожалуй нет то есть лучше беляш где-нибудь у метро купить серьезно будет вкуснее даже так даже даже такие советы по кашеварим дает вот в общем вот такие делишки а с вами была рубрика жертва маркетинга от канал по кашеварим я надеюсь этот выпуск вам был полезен интересен если это так то лайк смотрите и кстати итоговые итоговые баллы всех продуктов которые мы рассматривали в жертве маркетинга вот часть из них висит у меня на стене но вы можете посмотреть на сайте по кашеварим есть специальная закладочка жертва маркетинга где там выкладываются абсолютно все оценки всех рассмотренных блюд ну и также смотрите другие выпуски конечно жертвы маркетинга чтобы быть в теме вообще чтобы следить за тем что же пока шеварим обзирает а на сегодня все пока минус Субтитры сделал DimaTorzok